МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наступил сентябрь, закончились самые длинные летние каникулы, и дети отправились в школу. Как после долгого перерыва правильно перестроиться на новый ритм жизни и погрузиться в учебу без ущерба для здоровья? Гость нашей программы – заместитель главного врача муниципальной детской клинической больницы города Оренбурга Татьяна Олеговна Шукурова. Вот с ней мы и поговорим на заданную тему. Здравствуйте, Татьяна Олеговна. Приветствую вас в студии нашей программы. В общем, круг нашего сегодняшнего диалога и вопросов определён. Это, безусловно, 1 сентября начала учебного года. И вот первый вопрос, который интересует – вот с каким состоянием здоровья школьники на сегодняшний день пришли к началу учебного года. Сейчас, на данный момент, состояние здоровья детей, детей-школьников далеко от идеала. Детей абсолютно здоровых мало. Это от 20% в первом классе до 13% к 11 классу. И третья группа здоровья – это дети с хронической патологией. Их процент с первого класса, с 20% повышается почти до 30% к 11 классу. То есть у детей-подростков. Безусловно, для малышей 1 сентября, начало учебного года, первый день в школе – это всё-таки стрессовая ситуация? Вообще, переход от дошкольного образования к школьному – это, безусловно, стресс. Это изменение режима, это изменение обязанностей, это совершенно другая дисциплина, это как бы вхождение в публичную жизнь, потому что школьник, первоклассник, он в классе, он на глазах у учителей, у своих сверстников, то есть как бы он всё время на виду, он должен себя соответственно вести, он должен поддерживать тот уровень, который есть в классе, поэтому это как бы такой вот психологический фактор. Потом у него появляются обязанности в плане обучения, он должен воспринимать всё то, что ему преподносят в школе, он должен учиться, он должен поддерживать, скажем, свой статус и как бы радовать себя и педагогов, и родителей своими успехами в школе. То есть это совершенно другая жизнь. Вот на первые, скажем, две адаптационные недели какие коррективы необходимо внести? Во-первых, режим ребёнка должен быть чётко и строго выстроен с 1 сентября, а по-хорошему... Загодя. Загодя. Он должен привыкать вставать рано, разбудить его ласково, спокойно, чтобы он встал с хорошим настроением, чтобы он успел умыться, немножко подвигаться. Если есть утренняя зарядка дома, это вообще великолепно. Обязательно позавтракать и спокойно, не нервничая, прийти в школу и подготовиться к уроку. Питание, перестройка режима дня, всё понятно. Вот прогулки, насколько они необходимы первоклассникам? Обязательно. У детей раннего возраста, у детей семилетнего возраста очень много энергии. Так вот, эту энергию им необходимо использовать. Поэтому двигательная активность должна быть обязательно. И очень важно сформировать положительный эмоциональный настрой на школу. Всё, что связано со школой, всё, что мы обсуждаем между собой, тем более в присутствии ребёнка, все наши разногласия всегда обсуждаются вне ребёнка. Потому что он должен свято верить и знать, что ему обязательно надо пойти в школу, научиться, стать грамотным, успешным. И это, все остальные вопросы, это наши проблемы. Для него проблем нет. Для него есть только одна задача. Хорошо учиться и быть здоровым. Ну, спасибо большое. Наш разговор, как всегда, своевременен. Я благодарю вас за эту встречу и надеюсь, что она не последняя. Всего доброго. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова